Власти Ростова После тщательного анализа исполнитель должен внести полученные сведения в фонд данных Государственного экологического мониторинга. Популярность городских электричек в Ростове продолжает расти. Это связано с запуском еще одного маршрута в 2018 году. В начале сентября внутригородской поезд начал ходить по кольцевому маршруту, который в утренние часы связал центр города, западный жилой массив и стройгородок. Кроме того, для удобства пассажиров изменили расписание вечернего рейса городской электрички, следующий по маршруту Кизитеринка, Ростов-Западный, Ростов-Пригородный. Внутригородские поезда начали курсировать через станции Первомайская, Гниловская и Ростов-Берег. Сейчас пассажиропоток городской электрички составляет порядка 800 человек в сутки. О толщине льда на водоемах Ростовской области рассказали синоптики. Так, в Таганрогском заливе вдоль берега образовался серый лед толщиной 10-15 сантиметров. Самый толстый лед в регионе на Цемлянском водохранилище. Толщина покрова достигает 30 сантиметров. Нижний Дон не замерз. Экстремальный рекорд ростовского каскадера прославил его на федеральном канале. Евгений Чеботарев решил установить необычный рекорд по жиму штанги. Спортсмен поднимал спортивный снаряд, стоя в Дону. За одну минуту Евгению удалось отжать штангу весом 42,5 килограмма 42 раза. Создать 17-секундную мультооткрытку с нуля за несколько часов. В мультстудии Ростовской телевизионной школы ТЭФИ прошел первый воркшоп по пластилиновой анимации. Мы создавали пластилиновую открытку в технике перекладки. Использовали персонажей из смешариков, знакомых детям, которые им было бы приятно лепить вместе с мамами. В общем, мы разобрались с ними, что такое раскадровка, какие стадии создания мультфильма, проходит аниматор. Собственно, поучились немного лепить, познакомились с пластилином, как с материалом. Вместе с детьми над созданием мультика работали и их мамы. Пластилиновая анимация в технике перекладка – процесс трудный и время затратный. Поэтому количество мест на мастер-классе ограничено. На такие мастер-классы мы можем взять не больше пяти человек. То есть пять мамочек и пять детей – это выше крыши. Мультики – это очень время затратное мероприятие. Поэтому нужно за три часа сделать что-то, чтобы хотя бы был конечный результат. И каждому нужно в чем-то помочь. Мультики делать – это так увлекательно на самом деле. Прям здорово. Рекомендую всем – и мамам, и детям. И не только это интересно ребенку, а интересно также родителям. И плюс, как время, проведенное вместе, оно же, конечно, бесценно. Просто окунаешься в детство. И самое ценное, что ты проводишь время с ребенком. Да, действительно, не перед телевизором, не в телефоне ничего, а именно что-то вместе делать. Это очень важно. Поэтому спасибо большое организаторам. Нам очень понравилось. Впервые вообще совершенно далека от пластилина. Мне казалось, что пластилин – это вообще не мое. И совершенно не приспособлены ни руки, ни голова к этому. Отличное настроение, прекрасное времяпрепровождение. Курс пластилиновой анимации в мультстудии – направление новое. Оно открылось только в 2018 году. Занятия длятся полгода. За это время каждый ученик успевает придумать короткий мультик, нарисовать раскадровку, слепить и анимировать героев. Также в мультстудии уже несколько лет учат компьютерные анимации. Попробовать оба направления и записаться на курс можно будет на дне открытых дверей, который пройдет 7 апреля. Количество мест ограничено. Запись проводится по телефону 8 905 454 71 82. Заниматься спортом хотят многие, но не у каждого есть возможность посещать спортивные залы. Останавливает ли людей, которые привыкли заниматься на свежем воздухе, уличный холод? Узнаем у ростовчан. В спортзале, потому что тренажеры помогают лучше отточить технику поставить, то есть они этому помогают. А если ты на улице занимаешься, то, возможно, у тебя будут какие-то ошибки. К тому же есть другие люди, которые ходят, у них можно спросить советы или как-то пообщаться. Конечно, на улице, наверное, было бы интереснее в теплое время года. Если учесть возможности одежды и всего остального, наверное, и сейчас не могу. Побегать смогу, а так, если что-то длительное, то вряд ли. Так я вообще в зале предпочитаю, потому что, не знаю, просто предпочитаю. Не знаю, там атмосфера какая-то другая. Мне нравится больше на улице, конечно. Я люблю пешие прогулки, все такое. Ну, в спортзале как-то не то состояние, все равно. На улице? Ну, сейчас нет, потеплеет, можно будет. На стадионах. Я каждый день хожу, утром и вечером гуляю с собакой. Кормлю бездомных кошек, у меня их целых 50. Поэтому для меня это самый лучший спорт. Мы занимаемся в спортивном зале. Ну, летом улица, я занимаюсь на улице. На улице? Ну, как бы, можно, но надо своеобразно одеваться. И, как бы, опасно можно заболеть, конечно. Закаляться? Ну, надо сначала начинать с простого, с домашних условий закаливаться, а потом уже переходить на улицу, на водные процедуры. Это нужно начинать с детства. Я сам спортсмен, как бы, знаю, что это такое, и закаливался когда-то свое время. А сейчас просто, ну, нет на это возможности времени, к сожалению.